Дорогие друзья, я Геннадий Туркин и в этом видеоблоге я расскажу о работе с джезлом египтян. Джезлом египтян это особые инструменты, которые применяются более 20 лет рядом исследователей, рядом эзотериков и целителей для энергетического расслабления, для энергетической зарядки, для энергетического восстановления силы, а также для других практик целительного назначения. Лично я использую жезды кристаллы, они идут вот в таком защитном чехле. Два жезла. Латунный считается солнечным и цинковый считается луным. Солнечный жезл берется в правую руку, латунный жезл, солнечный и латунный жезл берутся в правую руку, цинковый и лунный берутся в египтян. Дальше каждый целитель, каждый практик строит свою методику работы с жезлами, хотя есть в общей рекомендации заявленные производителями компании РОЦ, у которых я приобретал данные жезлы. И на их сайте, в их методиках дается полное описание работы с жезлами. Я расскажу о своей методике, которая выработана уже за несколько лет в моей практике работы с жезлами. Как правило, работать с жезлами можно в нескольких вариантах. Первый вариант – это энергетическое восстановление состояния человека, то есть это пробуждение вашей энергетики, пробуждение, сброс негатива, восстановление сил. Для этого можно затратить две минуты времени, и энергетика человека будет восстановлена. Для этого берутся жезл в правую руку, в центре – в левую руку. Производится стискивание достаточно плотно в кулаке, и человек может представить в этом состоянии определенные визуализации своего энергетического состояния. В это время будет происходить восстановление левого и правого каналов, выравнивая энергетики человека. Эту энергию еще можно назвать как стабилизация голубого потока энергии и желтого потока энергии. Так как по разным практикам у многих восточных учений есть такое понятие, как два потока энергетического состояния человека. Так вот, эти два потока, они также связаны с тем, что тело человека можно представить как энергетический канал, из которого входит энергия огня. А если посмотреть на пламя свечи, то видно, что в пламени свечи присутствуют два спектра – голубой спектр и желтый спектр. Так тоже самое происходит и в человеке. Два потока энергии – голубая энергия и желтая энергия – должны быть в равновесии в теле человека. И эти энергии разделяются по левому каналу и по правому каналу энергетических потоков человека. И когда мы принимаем работу с жезлами, то данная энергия балансируется и восстанавливается. Энергия приходит в равновесие, энергия восстанавливается, а сама энергия становится наиболее активной, и поток энергетического состояния человека повышается и активизируется. Это такая методика, ее можно назвать зарядкой, то есть утренняя зарядка, утренняя гимнастика, но с точки зрения энергетики человека. Второй метод можно назвать как энергетическая визуализация, либо задача по воплощению определенных идей, определенных программ, по воплощению определенных целей человека для достижения данной программы, для достижения поставленной задачи. В данном состоянии могут принимать работу различные типы жезлов, но наиболее позитивной для этой работы – это жезлы «Кристалл». Потому что это жезлы уже для более продвинутых пользователей, для более сильных людей, у которых мощная энергетика. И именно с этими жезлами сейчас я и работаю. Жезлы «Кристалл» позволяют ставить более высокие энергетические уровни человека, и в данном состоянии можно визуализировать свою идею, свою мечту, свою ментальную форму, и жезлы начинают эту материализованную энергию воплощать и создавать обстоятельства для ее реализации. Но при этом хорошо, если человек умеет визуализировать энергетическое состояние пирамиды. То есть для этого нужно представить, что вы находитесь внутри энергетического каркаса пирамиды, и пирамида проходит через ваш центральный канал. И в этом состоянии все ваши помыслы, все ваши визуализации, все ваши ментальные построения, они соединяются с энергией пирамиды, и с помощью активизации энергии жезлов ваша энергетика проталкивает данную мислеформу в более тонкие пространства, в более тонкие измерения, в более высокие вибрации. И таким образом можно представить вашу задачу, вашу идею, вашу ментальную достигаемую задачу и попросить пространства реализовать ее в максимально благоприятных условиях, в максимально оптимальные временные сроки. Для этого человек расслабляется, ставит ментальную задачу, представляет, что он находится в энергетической пирамиде и некоторое время визуализирует данную свою мечту, свою идею, свою задачу. Чтобы работать с жезлами для практики целительного характера, точно так же берутся жезлы, целитель прокачивает свой энергетический поток и в этом состоянии привлекает те вибрации, которые нужны целителю для решения конкретной задачи его пациента либо собственной задачи исцеления здоровья, восстановления здоровья человека. И в этом плане очень хорошо помогает визуализация сфер. То есть человек, погружая себя в целительную сферу, задает цвет данной сфере, например, зеленый изумрудный цвет, он является цветом здоровья, цветом исцеления. И находясь в этой целительной сфере, целитель принимает более мощные потоки, а за счет подключения работы жезлов данная работа проходит наиболее успешно и энергии привлекаются более активно. В таком состоянии целитель может находиться от нескольких минут до 10-15 минут. Ну, как правило, я работаю с жезлами одну-две минуты, если в состоянии обычного энергетического, так сказать, подпитки, энергетической зарядки. А если ставится задача для более мощных практик, то до 5-10 минут можно пребывать в состоянии работы с жезлами. При этом можно проговаривать определенные молитвы, определенные программы, уже которые проходят на уровне построения через слоу. Например, одной из таких программ можно обратиться к водичке. Вот вы видите, что я сейчас нахожусь на отдыхе на морском берегу, и стихия воды очень благотворно влияет для всех практик селительного характера. Можно подключаться к энергии воды, к биоритмам волны, потому что каждая волна – это определенный такт, и человек в состоянии работы шеста, в состоянии медитации даже может настраивать свое дыхание с биоритмами волны. При этом можно обращаться к водичке. У меня есть интересная молитва, обращающая мою мысль, мое подключение к целительным силам воды. Сейчас я эту молитву произнесу, и эта молитва очень помогает мне в длительное время обращаться к силам воды, к целительным свойствам водной стихии. Вода водится, лей строится, мир прекрасный, часть счастлива, добром оседает, зерном промыстает, жизнью питает, счастьем наделяет, омывшись водицей, себя обретает. Либо, если вы употребляете данную молитву для зарядки питьевой воды, то, если вы употребляете водицей, то, если вы употребляете себя обретает. Итак, сегодня у нас был такой вводный видеоролик о применении, практике применения жезлов египтям. Больше информации будет появляться в дальнейшем на моем видеоблоге. Подробную информацию о применении жезлов можно посмотреть на сайте Pyramid.org.ua Производитель жезлы египтян Либо на сайте производителя компании, производящей жезлы египтян Компания Roots.ru Всего доброго, с вами был Геннадий Путин.